Ну что ж, господа, мы выходим на Фейсбук, где у нас будет сейчас живая трансляция. Постук на всем. Ну что ж, я все-таки дам название нашего эфира. А эфир у нас такой, как осудить Лукашенко и его каратели и добиться возмещения ущерба. Сейчас я оставлю наше название и выходим в эфир. Всего-то опаздываем на 13 минут. Не так страшно. Как раз подходят кости. И мы начинаем наш прямой эфир. Я сейчас закрою браузер и начну представлять наших гостей. Ну что ж, дорогие друзья, приветствую вас на канале Белдиаспора ТВ в нашей программе под названием, которое я сейчас прочитаю, потому что название вообще очень интересное. Как осудить Лукашенко и его карателей и добиться возмещения ущерба? У нас сегодня в гостях юрист Юрий Шулипа, директор Института национальной политики. После его небольшого выступления или большого выступления, где он нам расскажет, какие у него есть для нас планы, я предлагаю всем задавать ваши вопросы. Поэтому, Юрий, вам слово. Также у нас в гостях Игорь Леонид, который тоже может ответить на многие интересные вопросы. Спасибо, Вера. Приветствую всех зрителей и слушателей этого замечательного канала. И сейчас я буду уже постепенно, потихонечку, как говорится, начинать свое выступление. Ну, сразу я хочу сказать, что то, что совершает Лукашенко и представитель его режима подпадает под санкции сразу как минимум пяти статьи Уголовного кодекса. Ну, первая норма Уголовного кодекса Республики Беларусь, это часть третьей статьи 357, насильственное удержание власти неконституционным путем сопряженной с гибелью людей предусматривать вплоть до пожизненного решения свободы либо расстрела. Далее, я хотел бы также обратить внимание, что особенно 25 числа позавчера буквально на улицах Минска прошли спарадические акты гражданской войны и геноцида. Даже я бы, честно говоря, помните, Вера, мы тогда с вами говорили, вот вы абсолютно правильно обратили внимание, что другой стороны нет, то есть граждане-то сами не воюют против полицаев. Да, я помню, мы обсуждали наличие вооруженного конфликта, и я спросила о том, что у граждан нет оружия. Да, и смотрите, что важно. Эту ситуацию можно рассматривать как преступление, попадающее под юрисдикцию принципов Нюрнбергского трибунала, Токийского, прочих международных трибуналов. Я сейчас не говорю о римском статуте, потому что его Республика Беларусь не ратифицирована, но, тем не менее, там те же самые принципы, что содержат непосредственно в самом римском статуте, они и есть. Это как раз-таки, значит, преступление, в первую очередь, вот, введение агрессивной войны, потому что, смотрите, фактически полицаи, вчера вот на улицах Орловской и Нововеленской, в Минске, они просто тупо напали, расстреливали безоружных людей, которые шли, даже не собирались просто сопротивляться, резиновыми пулями кидали в них по беспределу светошумовые гранаты. То есть, фактически, это деяние уже можно оценить по статье 122 Уголовного кодекса Республики Беларусь. И санкции тоже предусматриваются до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение, смертная казнь с дополнительной еще мерой наказания, как конфискация имущества. То есть, это и было, и есть, скажем так, не классические внутренние конфликты вооруженные, а именно как раз-таки акты геноцида против народа. Поэтому, ну, все равно, скажем так, это одному просто поле ягод, где речь о разных квалификациях. Дальше я хочу также обратить внимание зрителей и слушателей на стадию 127 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это как раз-таки действия, совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью и частично какую-либо группу людей путем убийства причинять тяжкие интересные повреждения. Но мы видим, что 600 человек похищено. И фактически на каждом мирном шествии акты геноцида, они имеют место быть. Понятно, там тоже те же самые санкции от 10 до 25 лет, пожизненное заключение, либо смертная казнь с дополнительным наказанием в качестве конфискации имущества. И также вообще вот сами действия вот этих самых лукашерковских карателей можно квалифицировать. Причем, вот я их совсем опять-таки рекомендую, почитайте в интернете, есть Уголовный кодекс Республики Беларусь. Все вот один к одному эти деяния подходят. Как преступление против безопасности человечества. Потому что здесь уже мы видим акты массового, незаконного заключения людей, потом массовое систематическое осуществление вот этих казней без суда, похищения, причем пытки с особой жестокостью, там по политическим и противным различным мотивам. И также я хочу сказать, что к этому нужно привлекать не только конкретных лукашенковских карателей, но и непосредственно их руководство. То есть фактически все убрать, вот эту лукашенковскую вертикаль, начиная от обычных исполнителей убийц, плюс соответственных командиров, потом руководителей соответствующих управлений, министров внутренних дел, потом следующий в этой властной иерархии Лукашенко. Безусловно. Но теперь я уже хочу перейти к практическому контексту. При Лукашенке, пока он будет существовать, чтобы вы прекрасно понимали, давайте для себя вот такую выведем форму сейчас, что пока победа народа не осуществилась на улицах Минска, доступ к правосудию для всех пострадавших от преступных лукашенковских карателей будет закрыт. Почему? Потому что Лукашенко, чтобы вы понимали, по имеющейся у нас в нашем распоряжении информации, дал распоряжение всем своим полицаям, следственному комитету, судям, прокуратуре ни в коем случае не возбуждать уголовные дела по факту избиения, убийств, причинения пыток в отношении вообще любых граждан. То есть, смотрите, речь идет сейчас не просто о мирных протестующих, которые вышли на протест, а вообще о любых гражданах. То есть, условно говоря, какой-нибудь там Вася Петров где-то в центре Минска вышел, продукты у него закончились, пошел там в соседний магазин вечером продукты купить. И тут раз, он через подъезда, как говорится, только выходит, а тут на него 10 карателей напали, избили, значит, сильно травмировали, бросили, потом попал в ВС на Окрестина. Человек не виноват, но он не сможет себе никак защитить юридически в силу как раз-таки этих директив, которые издал Лукашенко. Как сопротивляться этому злу? Вот теперь давайте начнем с практической части. Я хочу обратить ваше внимание, вот буквально, кстати, минут за 30 до начала нашей передачи на телеканале НЕХТ, извините, на телеграм-канале НЕХТ, ну, все знают, наверное, пользуются им, появилась информация о приложении «Красная кнопка», которая повещает правозащитников о задержании. Я считаю, это отличная, замечательная вещь. Такая, кстати, существовала во времена Евромайдана, когда в Киеве задерживали людей, они могли нажать на кнопку, и эта информация, она доходила, соответственно, до правозащитников, потом правозащитники передавали юристам, документировали задержание. Вот, потому и, кстати, вот я хочу обратить ваше внимание, что при нажатии кнопки геолокации того человека, который, ну, это опять-таки необходимо иметь смартфон, чтобы воспользоваться этим приложением, вот, они сразу же отправляются правозащитникам, а также, значит, ну, контактам, которые они сами для себя выберут, там, родственникам, условно говоря, друзья, вот, но, однако, даже тут, значит, идет речь о том, что если будет отсутствовать интернет, то информация о задержании будет отправлена с помощью смс, то есть в зависимости от проблемы, в которую, значит, попал человек, вот, ну, значит, и можно и пользоваться кнопкой, вот, ну, единственное, конечно, сразу авторы пишут, что нельзя этой кнопкой, безусловно, злоупотреблять, там, ради интереса, и вот в случае важного вызова приложение может быть заблокировано, потому что, я так понимаю, вот на следующей какой-то очередной акции, безусловно, ну, как минимум несколько тысяч человек этой кнопкой воспользуются, ну, вот, представляете, какой огромный объем идет информации, чтобы, то есть надо, вот, даже под какую-то кнопку, скажем так, создавать целый диспетчерский пол, чтобы информация могла распределяться, вот, между людьми, все это должно, значит, документироваться, и, кстати, все это будет документироваться в Белорусском правозащитном центре «Весна», который сейчас находится за пределами Республики Беларусь в Литве, и это тоже, кстати, очень важно. Потом, смотрите, из чего нужно исходить, вот, меры безопасности. Сейчас, в принципе, в Республике Беларусь, вот в этот транзитный период, каждый полисай, лукашенковский каратель, он в любом случае представляет общественную опасность для любого гражданина. То есть, неважно, вот, там, вы протестуете, там, вы за Лукашенко или против, уже нет значения никакого. Это никакого абсолютно значения нет, потому что в сложившейся, вот, в этой, как это я называю, ситуации правовой неопределенности с любым человеком в Республике Беларусь независимости от политических, религиозных и прочих убеждений, даже при надлежности к каким-либо сословиям, ну, может быть, единственное, это тот человек, у которого на связи, там, руководители, какой-то, ну, из крупных руководителей вот этих карателей, либо сам Лукашенко, который может, вот, его там, условно говоря, повалили, напали, стали бить, а он говорит, ребята, там, я сейчас быстренько контрольный звоночек сделаю, вот, я там свой, там, вот только. Такие люди, они еще, скажем так, относительно застрахованы от беспредела лукашенковских карателей. Вот. Поэтому я считаю, это приложение вообще нужно установить каждому гражданину, который пребывает сейчас в Республике Беларусь. Вот. И теперь смотрите, мы в прошлый раз говорили, я хочу все-таки, Вера, с вашего позволения вернуться, к тому, что необходимо всем протестующим, кто выходит на митинги, обязательно приобрести мобильный телефон, дополнительный, дешевый, какой-нибудь, ну, то есть, такой какой-то вот дешевый смартфончик, возможно, с одной вот такой кнопкой, и с тем, чтобы там была хорошая видеокамера и внутренняя карта памяти. Для того, чтобы можно было на видео записывать беспредел лукашенковских карателей. То есть, нужно обязательно их отслеживать, надо фиксировать, как они нападают на людей, потом, значит, я благодарен белорусским киберпартизанам, которые уже установили несколько сот этих карателей, их явки, пароли, фотографии в социальных сетях и так далее. То есть, их нужно сходу придавать широкой общественной огласке. Это обязательно условие. Потому что, смотрите, вот существует такая аксиома, что, ведь в протесте тоже много участвуют тех же самых бывших силовиков, то есть, люди, которые по каким-то моральным, психологическим и прочим соображениям не стали работать в этой преступной лукашенковской системе. И эти люди, они владеют уголовным правом, или где-то там в свое время каким-то работникам уголовного розыска и так далее. И они могут, опять-таки, еще в том месте просто убить, уничтожить физически вот этих лукашенковских карателей. Это тоже очень важно, потому что, смотрите, обычный простой человек, собственно говоря, ему в голову не придет убить другого человека. А вот те, значит, силовики, которые уже убивали, задерживали, стреляли, и которые сейчас уже перешли на сторону народа, уже, значит, находятся в отставке, они вполне могут это дело сделать. Поэтому тут, опять-таки, важен психологический факт. Смотрите, вот, опять-таки, с учетом численности Республики Беларусь население плюс территория, соответственно, достаточно примерно уничтожить 10 лукашенковских карателей, и все карательные операции прекратятся. Почему? Потому что каратель должен знать о неотвратимости наказания. А в какой форме это будет наказать? Ну, вот первое, да, мы все, конечно, зациализованную форму. То есть это, чтобы каждый каратель понес наказание в соответствии с законами Республики Беларусь, в соответствии с уголовным подксом Республики Беларусь. И вот теми нормами, на которых я вот ссылался в начале своей лекции. Но поскольку так не получается, потому что Лукашенко еще раз повторюсь, он узурпировал власть. Сейчас Республика Беларусь власть на 100% полностью узурпирована. И она управляется буквально вот Лукашенко, какая-то часть небольшая КГБ, преданных лиц, которые видят, что он не гонется. Потому что, смотрите, есть тут, видите, очень в лукашенковской системе играет высокую роль фактор личности. Вот они увидели, что Лукашенко взял автоматик, побежал на вертолете, я там буду стрелять и так далее, я с вами. И это посыл руководству, чтобы, типа, пока он, значит, с автоматом, и мы тут возле него, вот как, знаете, погибающий корабль, который тонет, но у него там мотор работает, он что-то барахтается, еще пытается выплыть, и так далее. И вот эти вот всякие ракушки его облепили, вот уже и так далее, гил, тины, все вот это. И также вот эта вся вот эта грязь, плесень, все силовики, которые, и в том числе КГБшники, чиновники, которые облепились в лакуке Лукашенко. Ведь он гарант их не в будущем. То есть, смотрите, пока есть Лукашенко, они являются бенефициарами этого режима. Они с него зарабатывают, вообще-то какие-то денежные средства, финансовые и так далее. И вот теперь, смотрите, я буду переходить уже к вопросу о санкции. Как же нам, вот смотрите, как же нам в такой ситуации наказать Лукашенко? Юридически? Ну, никак. Почему? Потому что, еще раз повторяю, что Лукашенко издал директиву из его администрации, всем судям, прокурорам, вообще всем силовикам. Я еще раз повторю, потому что новые зрители, слушатели пришли, чтобы они прекрасно понимали. не возбуждать уголовные дела именно по фактам превышения полномочий силовиков. Вообще не покрыт. Почему? Потому что, смотрите, если в отношении хотя бы одного силовика будет соприколено уголовное дело, то тогда это подставит под сомнение способность его системы. Скажут, он нам отдал приказ, чтобы мы тут месили, избивали, и тут раз, и сразу уголовное дело подставляют. То есть, сразу у силовиков огромное пойдет недоверие, и уже, значит, они не будут так жестоко действовать. Просто вы понимали психологию, я вам говорю. Поэтому, значит, не получается добиться. Да, я единственное, вот если нас юристы белорусские здесь слушают, юристы-адвокаты, я очень, очень всем настоятельно рекомендую все-таки найти таких юристов и какую-то даже поддержку, может быть, материальную указать внутри Республики Беларусь, которые бы взялись за дело тех, кого избили на мирных митингах, за потерпевших хотя бы там одно, два, три дела, и долбили бы судьи отводными заявлениями, жалобами, ходатайствами, использовали весь свой набор процессуальных знаний законодательства Республики Беларусь и постарались вот тут, вот в этой юридической борьбе накопать кучу компроматов и на судей, и на прокуроров, и на следователей, на всю вот эту вот, значит, лукашенковскую шайбу. Это тоже, кстати, я считаю, очень важно, потому что потом мы это предъявим Западу, мы покажем, скажем, вот видите, мы пытались здесь защититься и в организации белых наций. Потом следующий факт касаемый защиты прав. Обратите внимание, даже управление уполномоченного по правам человека при организации объединенных наций в Республике Беларусь сообщило, что, значит, режим Лукашенко отказывается сотрудничать с уполномоченным по правам человека в Республике Беларусь. Режим Лукашенко также отказывается сотрудничать с различными международными институциями, представителями посольств, значит, различных стран, имеется в виду, цивилизованных, конечно же, и также с представителями АБСИ. Это тоже очень важно. Поэтому все доказательства, которые преступления полицаев, которые вы, значит, собираете там на митинге, все доказательства, то их нужно буквально в течение двух-трех часов переправлять в этот самый правозащитный центр весна, желательно, в территории Беларуси. Потому что в Беларуси очень опасно документировать, так как полицаи могут проникнуть в дом, причем это мы видим, без суда, следствие, вообще вот просто по беспределу взломать дверь и украсть компьютер, уничтожить все доказательства их преступления. То есть это все очень легко, и они, вот смотрите, тут еще такая аксимома складывает, что чем, значит, больше мы будем давить на Лукашенко со стороны международных инстанций и показывать там его преступления публично, обличать, тем, соответственно, его режим в лице вот этих полицей будет предпринимать, предпримет максимальные меры для того, чтобы свои преступления скрыть. Это тоже, кстати, очень важно. Поэтому я теперь уже перехожу к санкциям. Значит, в Соединенных Штатах Америки был принят вот до аннексии Крыма так называемый закон Акт Магнитского. В принципе, это закон, который распространяется в Соединенных Штатах Америки. Они используют этот закон в качестве универсальной юрисдикции и распространяют его по всему миру. И под этот закон можно также потом уже, если США введет санкции, то они вводят на основании санкционных программ. Ну, условно говоря, в Соединенных Штатах Америки есть специальная санкционная отдельность санкционная программа по Украине, санкционная программа по Ирану, санкционная программа по Северной Корее, санкционная программа там по другим различным странам. Механизмов, скажем так, юридических механизмов и организационных, то есть их влияния, действительно хватит на то, чтобы Лукашенко ушел в течение месяца. То есть выдавить его режим, имеется в виду, если они, скажем так, отключат свифт, заблокируют перемещение каких-то товаров с Европейского Союза, как раз таки то, за счет чего содержится режим Лукашенко, запретят транзакции, в том числе с территории Российской Федерации, потому что Путин уже полмиллиарда долларов выделил Лукашенко, еще осталось на следующий в том числе миллиард долларов на удержание режима Лукашенко. То есть США все это будут, конечно же, наложить запрет на подобного рода транзакции. То, что я в прошлой передаче говорил, в России, условно говоря, какой-нибудь Вася Путкин захочет один доллар отправить Лукашенко на удержание режима, он сразу попадет под американские санкции, будет заблокирован. И это, конечно же, путь такой более простой. Но существует путь более сложный. И это тоже санкционно, я сразу хочу сказать, по поводу санкции Совета безопасности ООН. Я в прошлой передаче говорил о том, что нарушение массовое, систематическое и неустранимое нарушение права человека, в том числе геноцид, это чистая вода геноцид, то, что творит Лукашенко и укоратель Республики Беларусь, не является вопросом Республики Беларусь и ее граждан. Почему? Потому что, как отмечают зарубежные специалисты, правоведы, и это подтверждено международной практикой, наложение санкций Совета безопасности Организации Объединенных Наций на подобного рода авторитарные преступные режимы, нарушение права человека представляет международное глобальное значение, так как потоки беженцев способны привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в других странах, что, собственно говоря, уже происходит. В Украине уже несколько сот, например, здесь в Киеве беженцев из Республики Беларусь, в Польше, и в Литве значительно и больше, в Латвии, и Эстонии в меньшем количестве, но все равно. И поэтому эти страны, они, конечно же, могут при поддержке, я, кстати, в пользу случаям хочу сообщить, вот буквально две недели назад мы от нашей организации Международной статистической национальной политики обратились с письмом на имя посла Соединенных Штатов Америки в Украине с тем, чтобы посол США все-таки по линии дипломатических ведомств предложил нашему дипломатическому ведомству представителей организации ДНУ в Украине Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, уже, как говорится, шесть стран для того, чтобы внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции о наложении санкций на преступный режим Лукашенко, санкции организации юных наций, потому что все-таки санкции ООН, они как раз-таки именно в количестве соотношений по сравнению с США, потому что США это качественно, тут отрубили свифт, я опять-таки просто повторюсь, закрыли поставку каких-то товаров, вещей, каналы какого-то иного финансирования, которые поддерживают преступный режим Лукашенко, то есть они перекрыли ему, скажем так, финансовый кислород к этому режиму, а санкции ООН, когда вводятся против подобных режимов, то к ним должны присоединиться помимо официальных стран, членов ООН, их 193 страны и еще те страны, которые не являются членами ООН. Фактически весь мир должен будет присоединиться, все страны мира должны присоединиться к санкциям ООН, в том числе Российской Федерации, которая является донором вот этого преступного режима Лукашенко. И таким образом тоже, в принципе, в течение месяца, если санкции ООН будут введены, Лукашенко, конечно же, уйдет, потому что он лишится возможности, еще раз повторяю, физически обеспечивать существование собственного режима. Поэтому смотрите, мы теперь будем исходить из протестной динамики. Светлана Тикановская, как известно, объявила вот с 26-го начала все белорусские забастовки. Это, я считаю, отлично и правильно, и все, безусловно, предприятия, организации, в том числе, в первую очередь, государственные, потому что в республике белорусская экономика, она полностью государственная. И если действительно все предприятия, хотя бы, знаете, примерно, хотя бы 50% предприятий, и частный сектор, и так далее, остатки частного сектора, оно присоединится к этой всей белорусской статке, то режим Лукашенко может существовать несколько месяцев. И существует вероятно, что он после Нового года может быть полный. А если нет, если нет, если не присоединяться, то динамика будет развиваться, события будут развиваться по худшему стону, потому что народ все равно видим активность протестная. люди будут проходить, полицаи будут бить, нарушения прав человека будут, безусловно, происходить, существоваться, но вопрос, просто будет больше жертв и продлиться огонь лукашенко с режимом. И, кстати, и Лукашенко, и Путин, и все прочие диктаторы, они почему совершают такие международные преступления против человечности? Они понимают, что международные институты работают плохо, вообще неэффективно, и поэтому им, собственно говоря, и за это ответственность не грозит, но это с их пониманием. И таким образом, действительно, чтобы заставить вот сейчас, опять-таки, сложившись в международной обстановке, чтобы заставить вести санкции против Лукашенко, то, я думаю, конечно, необходимо как минимум полгода, а то и, наверное, месяцев девять такой вот скрупулезной, большой работой, и вот вам диаспорам нужно работать и с посольством Соединенных Штатов Америки в первую очередь, и с представителями организаций объединенных наций в ваших странах, то есть выходите на контакты и усиливайте свое как раз-таки сотрудничество в этой сфере защиты прав человека, и опираясь на прецеденты, нормы права, собирать бесчисленные различные наказательства, да, это большая работа, уйдет куча времени, появится еще больше новых жертв, если народ Беларуси не присоединится к всебелорусской стадии, таким образом люди просто, ну, сами белорусы большинство, они просто продлят огонь этого преступного режима, вот, теперь смотрите, я еще хочу такую важную тему выделить, чтобы меньше было вопросов, это касаемо привлечения Лукашенко и его карателей к уголовной ответственности на территории других стран за пределами Республики Беларусь. Да, обратите, кстати, внимание, что в общей части, вот если вы возьмете, например, новый уголовный кодекс любой европейской страны, даже в том числе и Российской Федерации, Украины, он состоит из классической из двух частей, есть общая часть и особенная часть, и вот в общей части идет речь о том, условно говоря, такое преступление, объекты преступления, как они квалифицируются, и так далее, вот, и, например, в статье 12 Уголовного кодекса Российской Федерации или в статье 8 Уголовного кодекса Украины существуют такие нормы, которые устанавливают уголовную ответственность за совершение преступлений против интересов государства или ее граждан на территории других стран, то есть это нормы универсальной юрисдикции, вот, и таким образом, например, если гражданин Украины или республики Польша, находясь в Беларуси, попал под Лукашенковский замес, он может обратиться в правоохранительные органы своей страны, ну, например, Польши, и уже с территории Польши возбудить уголовное дело против конкретных карателей, и затем уже через своих адвокатов пытаться, значит, этих ублюдков зарегистрировать в Интерполе, чтобы их внесли в систему Интерпол, и объявить в международный розыск по всему миру, потому что авось где-то они всплывут, захотят, значит, поехать погреть свои задницы в какие-то теплые страны, там их схватят, ну, и уже, значит, потом добиваться их выдачи непосредственно Польши, так как, кстати, у республики Беларусь не все так гладко с различными международными договорами, там где-то у нее и каких-то, значит, насколько мне известно, с большинством европейских стран, особенно Соединенные Штаты Америки, вообще отсутствуют какие-либо документы о правовой помощи, и этот пробел, кстати, можно иностранцам, вот кто нас сейчас слушает, иностранцы, и такие, имеется в виду, пострадали от преступного Лукашенкоского произвола, они могут, конечно же, еще раз повторяю, возбуждать уголовные дела на территории своих стран, и более, вот, начиная, опять-таки, что касается Европейского Союза, там юстиция работает относительно четко, действительно, там возбудут уголовные дела, и признают потерпевшим следователя вынес постановление, и потом будут уже сами правоохранительные органы через Интерпол объявлять международный розыск этих преступников и убийц, вот, и стать еще важнейший фактор, важнейший фактор нашей борьбы, почему, тем, я не следую облегчающий фактор, я тебе скажу, то, что Лукашенко официально не признал в качестве президента Соединенными Штатами Америки, Украины и Европейским Союзом, то есть, вот, я думаю, не только цивилизованным мировым сообществом, но и большинством стран, и в этом плане с лукашенковскими карателями, как и с самим Лукашенко, именно из-за рубежа бороться проще, чем вот с остальными диктаторскими режимами, ну, собственно говоря, я закончил, постарался быть сегодня максимально, кратким, потому что тема, она все-таки достаточно большая, ну, и, соответственно, жду ваших вопросов. Спасибо вам большое, Юрий. Ну, мы немножечко, как всегда, ошарашены, потому что у вас такая структурированная, правовая, и, в общем-то, очень интересная информация, спасибо вам огромнейшее. Я просто хочу вас спросить о некоторых правовых вот таких вот вещах. Ну, во-первых, я просто хочу прояснить и для себя, и для многих наших слушателей, вот в нормах права, международного права, что такое геноцид? Ну, геноцид – это, в первую очередь, одно из преступлений против человечности. То есть, ну, скажем так, вот римский статут, все эти же самые нормы, принципы формулировки, они содержатся, как вот и в принципах, значит, Нюрбергского уголовного тригунала, Токийского и так далее. Я об этом говорил. В этих формулировках четко указано, что геноцид – это одна из форм, собственно говоря, преступлений против человечности. И вот то, что творят лукашенковские каратели, безусловно, это классический геноцид. Вот. Но смотрите, я бы поставил вопрос по-другому сейчас, даже не в самих формулировках, а в том, как именно на международном уровне создать действенный механизм, в том числе и санкционный, для привлечения этих карателей, ну, назовем их так вот, к санкционной ответственности. Вот. Именно не в той вот по законодательской республике Беларусь. Хотя, еще раз повторюсь, что, безусловно, надо идти писать заявление. Я сторонник того, что любой, каждый пострадавший произвола силовиков должен все равно идти в любом случае в ближайшее РОМОД, написать заявление, значит, о нападении, получить талон уведомления, значит, официально, освидетельствоваться, вызвать скорую помощь. То есть, все это надо зафиксировать. Потому что, смотрите, режим Лукашенковский уйдет, а документы останутся, они все равно не могут все документы, не что-то, что важно. Вот. Они не уйдут. И потом уже, когда придет новая власть, уже когда власть сменится, уйдет Лукашенко, вот тогда нужно будет организовать и над ним суд, над его различными характерами. И, смотрите, я вижу такие еще некие исторические аналогии, пометьте, это очень важно. Я стараюсь всегда говорить те вещи, которые нужны. В 1942 году, в разгар Второй мировой войны, когда вообще не был ясен исход, немцы и их союзники наступали на Советский Союз, в Советском Союзе была создана комиссия по фиксации преступлений немецко-фашистских захватчиков. И акты этой комиссии впоследствии стали доказательствами обвинения на Нюрнбергском уголовном трибунале против Гитлеровской Германии. И вот сейчас то, о чем мы говорим, вам тоже нужно, конечно, создавать такую комиссию. Я считаю, что уже одной из структур этой комиссии может быть, безусловно, тот же самый правозащитный центр «Весна» и там белорусский документационный центр и так далее. Пусть эти структуры работают, фиксируют их мало. И даже, на самом деле, я считаю, быть больше, потому что еще куча информации и вот этих самых всех различных преступлений и так далее. И уже потом, когда сменится лукашенковский режим, то надо будет всех каких-то полицаев, безусловно, судить. И в рамках судов, в рамках уже уголовного правосудия, все должны, потерпевшие от лукашенковского произвола, а если потерпевшие умрут, вот как-то уже больше человек умер, соответственно, их родственники уголовного законодательства и структуры должны быть также признаны потерпевшими и получить от государства непосредственно справедливую компенсацию. Да, кстати, можно еще вот по поводу компенсации. Компенсация может быть присуждена в рамках Ассамблеи опять-таки государства участников Римского статута, но по аналогии, вот как это уже проходило, когда не было Римского статута или в тех странах, где Римский статут не ретифицирован, тогда международные сообщества создают отдельный трибунал. Ну, например, отдельный трибунал Пуруанде. И как раз-таки те страны, которые принимают участие в суде над диктатором, суде от этих стран, которые сформированы из трибунала, они должны учредить соответствующий международный фонд, который будет выплачивать компенсацию пострадавшим и потерпевшим от внутреннего произвола диктатора. Потому что дело в том, что как показывает международная практика, это на примере африканских стран, а режим Лукашенко он как раз-таки сейчас и настолько кровавый, что он напоминает ну вот скажем так, у республики Белару сейчас есть Северный Африк. Можно назвать без привлечения это Северная Эритрия. Юрий, я слушаю вас внимательно, но я хочу что-то прояснить для наших зрителей, потому что я понимаю, что сейчас возникнет вопрос о том, что это может быть геноцид, а может быть не геноцид, потому что есть люди, которые говорят, ну что вы, они пытаются, вот как бы ОМОН, они хотят защититься и так далее, да, то есть как это определяет, я нашла в Википедию, я могу прочитать это сейчас, форма массового насилия, которую организация объединенных наций определяет как действие, совершаемое с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую путем убийства членов этой группы, причинение серьезных селестных повреждений или умственного расстройства членам такой группы, мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе, насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую, предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы. Вот такое вот деление. Полностью похоже на то, что сейчас происходит. Я совершенно согласна. Да, вот смотрите, если отбросить все остальное, то, что вы сказали, вот как раз-таки форма насилия в связи с уничтожением, для уничтожения народа, это да. Почему? Потому что фактически получается, еще раз повторяю, вот фактически если мы оцениваем ситуацию, и международный суд, любой, даже тот суд, который после Лукашенко, он там уже будет исходить из тех факторов. Получается, одна сторона, это Лукашенко и его вот эти каратели, и другая сторона, это люди, причем не только протестующие, что важно. Смотрите, я же в своем спече не говорю, что идет речь о протестующих. Сейчас любой полицей опасен. Существует, но уже вот в интернете я прочитал лично десятки свидетельств, когда обычные люди, которые вне политики, плевают нам кто-нибудь, Лукашенко, Путин, Иванов, Петров, Сидоров. Они говорят, вот вышли, значит, в магазин, просто шли, кто-то с собакой, там, руку прострелили и так далее, мастерили. То есть, конечно, это уже есть факторы геноцида. Потом, смотрите, действительно, вы, значит, я абсолютно с вами согласен, определяет организация Пьетокнации. Определяет на усмотрение. То есть, как я вот уже в прошлой передаче говорил, что конкретных каких-то критериев в этом плане не существует. Но, опять-таки, исходя из того, что динамика насилия будет возрастать, мы из этого должны, опять-таки, исходя из того, что динамика насилия будет возрастать, то мы сейчас уже должны опередить Лукашенко своей правовой работой, фиксировать все преступления, которые из него исходят. И даже я вот сразу хочу сказать, что незаконные задержания человека, вот если человек просто идет, ничего не нарушил, его задержали даже без причинения следственного вреда, это уже является преступлением против прав человека. Поэтому еще раз повторюсь, что все это нужно фиксировать. Надо наладить сотрудничество вам, например, с Организацией Объединенных Наций, с представителями ООН в той стране, где вы находитесь, это обязательно, и также вот контактировать по линии с различными правозащитными центрами. Пусть их будет 5, 6, 7, но их надо все равно в любом случае объединять, потому что они делают общее дело, их мало. И людей, вот то, что я, например, на различных каких-то других информационных площадках выступаю, я пытаюсь людям дать правовое просвещение, то есть сказать именно, как нужно конкретно действовать, то есть фиксировать, потом нужно обязательно не бояться. Вот важно здесь, еще раз повторюсь, что полица и Лукашенко, в первую очередь, это они боятся, у них страх. Потому что, смотрите, бьет и нападает, это тот человек, кто уже имеет страх. Лукашенко действительно боится потерять свой режим, поэтому он находится уже в таком состоянии огонь. Поэтому надо свидетельствовать всем пострадавшим, потерпевшим на видеокамерах. Там будет, что я там, условно говоря, Иванов Иванович вышел в магазин, значит, мне вот избили тут, 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 вот, значит, семейки, побои, в такое-то время, в такое-то час, там я обратился в бетон и так далее, все это зафиксировано. Вот, важные свидетельства на видео. Я поняла. Мне интересно, чтобы вы сейчас прояснили, просто для наших граждан, которые, я надеюсь, будут смотреть нашу сегодняшнюю передачу. Некоторые люди говорят, но все равно я не могу взять справку, я не могу указать свое имя, например, мне страшно. Имеет ли смысл все равно записывать это на видео? Все нужно, смотрите, все нужно записывать. Смотрите, я объясню, все нужно записывать. Почему? Потому что, это опять-таки с организационной точки зрения, карательный аппарат, лукашенковский, работа в основном на улице и в отношении большого количества людей, максимум там 100-200 человек. Но когда таких свидетельств перевалят за сотню, а то и за тысячи, то они же не смогут каждого так вот бегать, покарать, но ресурсов мне не хватит. Вы поймите, я хочу привести конкретный пример. Я, по-моему, уже его приводил, не знаю, но вот я еще раз приведу. У меня вот в налоговой инспекции, мне насчитало еще там в Москве, когда я жил, налоги на 120 тысяч рублей. У меня там различные, значит, автомобили, там целый автопарк. Вот. И я ни копейки не заплатил, они на меня судебный приказ направляли, я его отменял, а с кого они не шли, потому что у них там один юрист на полмиллиона, короче, это самый район. Вот. То есть не было ресурса бороться. И вот прошло три года, и все на налоги сгалили. То есть я уже ничего не должен. Вот. И так же тоже здесь. Вот. И в другом друге у меня тоже были случаи, когда мы там в России развалили уголовные дела, там, когда пришли, там, условно говоря, одного человека хотят привлечь уголовную ответственность, а там на полициях идут, пишут по 10-12 различных заявлений. Другие люди включаются в этот процесс за счет спойлерства. То есть при, скажем так, чисто вот за счет преимуществ вот этих дел развали. Поэтому еще раз, что система, она не такая устойчивая. Она просто, то есть вот эти как раз-таки лукашенские каратели своими гранатами, пулями, они создают видимость то, что эта система, значит, устойчивая, коварна тогда. А так, представляете, еще раз, то есть если будут тысячи свидетельствовать, но нету просто у Лукашенко ресурса, чтобы каждого вот задавить и раздавить. Ну, это очень хорошо, что у него нету ресурсов, и я надеюсь, что они скоро закончатся. Я предлагаю перейти сейчас к вопросам, и я видела, что Игорь Ледник поднимал руку. Пожалуйста. Добрый день всем. Я хотел бы, конечно, для нас очень важно сейчас перейти в практическую плоскость, чтобы вот помимо фиксации этих преступлений, мы должны прекрасно понимать, как в дальнейшем, на каких основаниях будет осуществляться неотратимость наказания вот по этим всем документам. Вот я взял для себя за основу декларацию ООН основных принципов правосудия для жертв преступлений и для определения власти. И там как раз таки вот и говорится о том, что помимо того, что должно пройти правосудие, должно быть компенсированы затраты, ущербы в результате преступлений, которые нанесены допустим государством, представителями правительства. Но если в какой-то момент перестает существовать данный режим, то компенсация выплачивается правительством правоприемником. У нас по сути дела сейчас сложилось в стране двоевластия. С одной стороны режим Мукашенко, который поддерживается со стороны Кремля, и непризнание режима и поддержка Комиссионного Совета во главе со Светланой Тихановской. Вот нам сейчас очень крайне важно запустить процесс замещения режима в борьбе в этой борьбе двоевластией очень крайне важно это все организовать. И я бы сейчас концентрировался на построении институциональных вот такого рода основ, которые в дальнейшем могли бы эти процессы не только запускать, но и контролировать, и таким образом через такого рода структуры взаимодействовать с международным сообществом, потому что все прекрасно видят, что все, что творится здесь в Беларуси, это международное преступление. Но я бы здесь больше бы упор делал не на геноциде, потому что геноцид это очень сложное преступление в плане доказания, доказывания. Здесь я упор бы делал на преступление против человечности. И как раз можно выходить, невзирая на то, что Беларусь не является подписантом, не присоединилась к Римскому статуту, но есть варианты, когда можно запускать процесс и в универсальной юрисдикции, и обращение к прокурору Международного уголовного суда, как сделали наши белорусы в Канаде, потому что согласно статье 15 Римского статута прокурор может по своей инициативе возбудить дело. Ну и, конечно, очень важный для нас, и я считаю вполне реальный вариант, пусть это резолюция Совета Безопасности ООН, специальная резолюция, которая бы давала указания буквально в смысле уже указания возбудить и провести судебное следствие Международному уголовному судье. Ну, если это такого уровня преступления, то, естественно, и должны подключаться соответствующие силы, которые могли бы всю эту работу не только организовать, управлять, координировать, но и взаимодействовать с международным сообществом. Я думаю, что вот предстоящий конгресс белорусов света, мировой конгресс, он очень в этом плане помог бы в плане организации дальнейшего взаимодействия. И, Юрий, у меня к вам такой вопрос. очень могло бы помочь нам взаимодействовать с Украиной. В свою очередь, Украина ранее, благодаря Украине, мы получили гарантии безопасности по Благопештскому меморандуму. А я напомню, что там речь идет не только, что касается территориальной целостности, суверенитета, это все описывается тем, что эти гарантии безопасности, это гарантии соблюдения действия в отношении наших стран международных принципов. В данном случае, это принципы Хельсинского заключительного акта. Как вы видите, как мы могли бы взаимодействовать с Украиной, с руководством Украины уже на нынешнем этапе, потому что вот этот подъем Белоруссии и солидарность мировая, она немножко, я считаю, делает акцент на то, что власти Украины должны уже как-то следовать той позиции, с которой выступают, допустим, в первую очередь страны Балтии, далее страны Евросоюза и Евросоюз в целом, потому что я вижу на начальном этапе очень такая была осторожная позиция Украины в отношении режима Лукашенко. Объясните, как мы можем использовать Будапештский меморандум? Уважаемый Игорь, все на самом деле очень просто. Российская Федерация, как общеизвестно, нарушила территориальную целостность политической суеведии Украины и до сих пор продолжает нарушать аннексии Крыма и временной оккупации, но без признания ее отдельных районов Донецка, Луганской области. Плюс я бы еще к этому фактору добавил мощнейшую профессионально скоординированную агентурно-подрывную деятельность России внутри Украины. Поэтому по поводу Республики Беларусь, как ее сюда отнести? Республика Беларусь, как известно, тоже имеет такого же содержания текст Будапештского меморандума, все те же самые аутентичные гарантии, которые были даны и Украине в обмен на сдачу Москве ядерного оружия. Российская Федерация общеизвестна, я, Игорь, полностью с вами согласен, и лицами, кто придется с такой точки зрения, вмешалась во внутренние дела в 1996 год, обеспечила государственный переворот тем, что из парламентской президентской Республики Республика Беларусь превратилась по образу и подобию в Российскую Федерацию, в сверх президентское государство. И вот таким образом длящийся преступный переворот во времени еще длится с 1996 год. И поэтому здесь, конечно же, необходимо, чтобы Великобритания, это уже вопрос, конечно, чисто международный, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Украина, в рамках Будапештского треугольника, это переговорная платформа деоккупации, освобождения Украины российского, российской оккупации на платформе на базе Будапештского Арата, присоединили к себе, включили в себя вопрос независимости, невмешательства внутренних дел со стороны Кремля в Республике Беларусь. Но в Республике Беларусь очень сложно получится. Почему? Потому что, смотрите, сейчас фактически в организационном правом плане Республика Беларусь это и есть российская колония, так как общий военный, таможенный, пограничный союз, то здесь, конечно же, от США потребуется более решительное действие, в отношении Украины, потому что Украина не была так сильно завязана Россией различными договорами с ней, над государственными структурами, так называемые евразийские, таежные само КДКБ и все прочее, то, что придумал Путин. Поэтому здесь, конечно же, вопрос намного серьезнее. Но вот я полагаю, опять-таки, в сложившейся ситуации, как применительно к Республике Беларусь, проще было бы решить. И быстрее. Это за счет санкций Соединенных Штатов Америки, закона о Магнитском, но, боюсь, какие, если я говорю о трудностях, трудности могут возникнуть в принципе те же самые, что и Украина. Почему вот Украина сейчас не Будапешевскому и Рангову, потому что у Украины нету такого лобби в Соединенных Штатах Америки, равнозначного лобби РФ. И второе, у украинского руководства, ну это я уже скажу, так просто нету политической воли. Тут фактически сейчас одни просадонычи, так как я называю просадохи, они в наше время реально просаживают, и политические опущенцы. Они еще ни на что не способны. Ну как президент может спрашивать, вы смотрите, я, например, водитель, там, врач пришел в операционную оперироваться. Я буду сейчас весь вот свой дом подъезд, спрашивать, слушайте, а мне вот этот человек не надо? И может быть он без операции еще поживет или не делает? Понимаете? Вот какой уровень здесь политической культуры? Ну раз тут и тема замалчивается пока Будапешевскому воробу, то лучше, ну и опять-таки вот в рамках нашей передачи я все-таки думаю нам лучше сейчас сосредоточиться на Республике Беларусь, Ахт Магнийского и пытаться, конечно, какими-то возможными путями выйти на конгрессменов и представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки для того, чтобы уже в рамках юрисдикции США и вот правильно Игорь сказал, в том числе их обязательства Соединенных Штатов Америки Будапештского меморандума. Это, кстати, Будапештский меморандум, я считаю, надо рассматривать в контексте дополнительной необходимости. То есть это еще дополнительный аргумент для того, чтобы Соединенные Штаты Америки повлияли на нормализацию общественно-политической ситуации в Республике Беларусь. В этом плане, конечно же, я вас, Игорь, полностью поддерживаю. Вот ваше предложение, но опять-таки тут, если смотрите, если Соединенные Штаты Америки действительно ведут санкции в рамках, опять-таки, закона Магнитского, либо они могут отдельную просанкционную программу по Республике Беларусь и Лукашенковским карателям учтить. Скорее всего, так оно и будет. Это достаточно сложно, тем более в США. Сейчас официально, я говорю, 9 санкционных программ, 10-ю сделать без проблем. Вот. То, да, тут, конечно же, и Путин тоже не сможет поддерживать финансовый режим Лукашенко, потому что он, уже Российская Федерация подпадет под реальные потенциальные санкции. Но, опять-таки, смотрите, плюс теперь я смотрю, плюс. 3 ноября будут выборы. Существует очень большая вероятность, что вот про путинский Трамп эти выборы проиграет и придет Байден. Байден, демократы, они потерпели поражение, потому что вообще вся американская политика времен Обамы на постсоветском пространстве потерпела полнейший фиаск. Это просто полный абсолютный провал. И, скорее всего, они в порядке ревизионизма будут отыгрывать. Ведь не просто так Байден же пообещал какие-то санкции задом в отношении Путина. тут, конечно же, я считаю, что может быть даже и такая произойдет. Потому что, да, тут, смотрите, нужно еще учитывать. Что многие, к сожалению, эксперты не учитывают. Сейчас международная обстановка, особенно вот в этом году, она стала очень динамичной. То есть, несмотря на то, что везде карантины, ограничения какие-то, касаемые перемещения через рейс, то мы видим, Хабаровский край бастует, продолжает доставать. Никто не предсказал, что именно Хабаровский край так долго протестировал. Юрий, извините, Юрий, Юрий, я хочу вас немножко перебить. Для нас крайне важно сейчас, невзирая на те политические события, которые происходят, будь то в Америке, будь то в России, вот, то, что мы будем апеллировать и к международным договорам, международным обязательствам, которые, я вот обращаю внимание, тоже был запрещенским меморандумом, он подписан Лукашенко. И, в принципе, он несет ответственность за то, что в дальнейшем уже, это уже произошел как сговор со страной Российской Федерацией, эти обязательства были нарушены. То есть, когда он еще в 95-м году провел первый референдум, отказался от символики нашей национальной и утвердил курс на интеграцию с Россией, вот, тем самым, он и как раз-таки первые шаги нарушения Будапештского меморандума. А дальше, когда над его судьбой нависла угроза импичмента, именно нарушение пункта 3 Будапештского меморандума, а это касается неиспользования экономической зависимости с целью подчинения прав, присущие государственному суверенитету страны. То есть, мы экономически зависим, были использованы вот эти условия для того, чтобы Россия путем подписания так называемого соглашения о гражданской политической ситуации Конституционной реформе Республики Меларусь устранила угрозу импичмента и дала возможность Лукашенко провести вот этот референдум. То есть, вот само нарушение Будапештского меморандума повлекло за собою слом Конституционного строя в Республике Меларусь. И сейчас, конечно, кроме как Кремля, у него нету никакого лучшего защитника, а тем более, когда сформировалась такая конфигурация союзной государства. И в этой связи мы проводим, мы осуществляем определенные шаги для того, чтобы вместе с Украиной выполнять, требовать выполнение этих обязательств на уровне международных отношений со странами-гарантами. Вы знаете, наша инициатива о том, чтобы, допустим, это союзный договор отменить регистрацию в секретариате ООН. Для нас это крайне важно, потому что после 5 ноября будет защита Кремля Александра Лукашенко именно как субъекта союзного государства главы в кавычках в рамках этого союзного договора у нас было предложение руководству Украины выступить. Мы не можем выступить, потому что мы захвачены государством Лукашенко и мы не можем выступить в ООН с таким предложением отменить регистрацию союзного договора из-за того, что с 18 марта 2014 года в союзном государстве незаконно находится украинский Крым. Но, к сожалению, нет такого рода поддержки, потому что, как мне объяснили, у меня была встреча с послом Украины, мы покупаем белорусский дизель для украинских танков. Представляете, вот объяснение отказа защищать свою территориальную целостность Крым совместными такого рода усилиями, это в этом плане крайне поражает. Поэтому я настроен, чтобы как мы сейчас начали очень нормально на хорошем уровне взаимодействие с белорусской диаспорой, так необходимо организовать взаимодействие с украинской диаспорой, чтобы мы уже могли не просто обращаться к правительству, а чтобы на уровне, международном уровне, мы могли решать эти проблемы, как и военных преступлений в Украине, так и преступлений против человечества в Белоруссии. Игорь, я хочу сказать, что у нас есть еще участники, которые тоже поднимают руку, и вот был Дмитрий Васильев, который что-то хотел сказать, есть еще Александр, который пострадал от режима, так что давайте, может быть, динамично ответим на вопросы сейчас уже. Давайте, конечно. Дмитрий, где вы? Вы не сбежали от нас? Наверное, Дмитрий сбежал. Так, хорошо, Александр. Здравствуйте, спасибо за информацию. У меня несколько вопросов и таких предложений. Первый, касаемо меня, было упомянуто, что я могу в своей стране, я нахожусь в Израиле, обратиться к представителям ООН, в принципе. То есть, какой это должен быть теории, ну, как бы, куда идти, что искать в Гугле, что ввивать в Гугле, куда мне идти, и что мне им вот рассказать прямо на входе, вот, что я хочу и как я хочу, это первый вопрос. Второе, это не вопрос, а больше предложение, что, я не знаю, мне не попадалось нигде, на каких телеграм-каналах, нигде в сети, какой-то мануал, какой-то гайд, руководство к действию человека, который пострадал. То есть, человек вот он, я знаю, что правозащитники с ними работают, но не все, как бы, например, я, когда вышел из Жодина, как-то случайно, так вот, я проскочил правозащитников, меня даже нигде не записали, потом, оказывается, там был учет какой-то, вот, и чтобы было вот по пунктам, то есть, первое, там, пойти снять побои, куда лучше пойти снять, потом второе, делать то, третье, там, в Генеральную прокуратуру, там, и с ссылками на людей, координаторов, которые могут в этом помочь, потому что никто не родился юристом, и никто, как бы, не знает, как именно это действовать, какой-то третий был, я уже забыл его. Ну, напишите, напишите, тут интересное, что новость прошла, что Эрдоган требует отдать Крым, так как он принадлежал Османской империи. хорошо, Эрдоган требует вернуть Иерусалим, там, как бы, да, ну, давайте все-таки вернемся, как бы. Александр, я хотел бы, Александр, я в этом плане хотел бы порекомендовать в первую очередь запустить систему универсальной юрисдикции. Да, мы говорили об этом на каком-то одном из зумов. Давайте дадим возможность Юрию ответить на тот вопрос, который ему адресовывался. Да он, да. Вера, я в том плане, что Юра, я думаю, не до конца, может быть, это все, что касается вот такого рода... Давайте сначала, если Юрий не знает, тогда я вас... Окей, Хорошо. Александр, скажите, вы гражданин Израиля? Да, я гражданин Израиля, у меня только одно гражданство, у меня даже белорусского гражданства нет. Супер. Значит, тогда хорошо. У вас есть какие-то фото, видео, что вы пострадали? Какие-то вообще доказательства? Конечно. У меня есть из... есть такой частные поликлиники в Минске, Ладей, а сразу пошел... Все, отлично. Значит, идите тогда в полицию Израиля или в какой-то иной следственный орган, потому что, смотрите, скажу так, я иврит, знаю только вот на уровне какого-то общения, уголовный кодекс Израиля я не читал. Посмотрите. И, скорее всего, в общей части уголовного кодекса Израиля тоже должна содержаться такая же норма, которая предусматривает возбуждение уголовных дел за, значит, преступления, совершенные против гражданина Израиля на территории других стран. Посмотрите, у вас должна такая норма точно быть. Вот. И потом надо вам посмотреть еще уголовно... Другой кодекс. Уголовно-процессуальный кодекс из Израиля. Какова последствия? Какой орган может вот по этой норме санкционирующей, значит, возбуждение уголовных дел по событиям за рубежом возбуждать уголовные дела? Это важно. То есть, сначала определитесь, посмотрите, такая норма точно должна быть и последствия. Какой это орган? Потому что я, например, слабо понимаю, ну, кроме там законодательной исповедительной власти, там ваш князь израильский и так далее. А вот какие конкретно там иные, значит, органы правопорядка, правопорядка, которые возбуждают данную категорию дела. Ну и все. Вот как вы только это установите, потом идите туда, пишите заявление, все, и требуйте, значит, возбуждение уголовного дела расследовать вот этих полицаев. Ну, я думаю, вам адвокаты на пудой конец должны помочь. Более, насколько мне известно, в Израиле там много достаточно серьезных профессиональных адвокатов, которые могут этот вопрос решить. если это сделаете, ну, просто супер, вы, я считаю, не знаю, пока мне, послушайте, мне пока вот неизвестны прецеденты возбуждения уголовных дел иностранцами против Польши. Польша есть. Со мной сидел поляк, он сейчас работает в городском доме в Варшаве, и даже без его ведома государство Польша сама возбудила уголовное дело, ну, видимо, по как бы СМИ. Ну, вот, да, вот видите, я же чему говорю, то, что их юстиция, вот страны Европейского Союза, она работает, ну, скажем так, на порядок там выше, чем вот на этом постсовке, в том числе и в Украине. Поэтому, конечно же, идите, пользуйтесь вот этим прецедентом, это супер, и держитесь с этим человеком контакт, обязательно. Вот, узнавайте, как у него там дело, потому что это общее дело. И уже потом, ну, мы это как-то информационно освятим, я обязательно пишу статью, вот, как вот вам, значит, удалось, и старайтесь, самое главное, значит, всех этих подонков, кто вот против вас применил там насилие, незаконно сдержал, то есть в протоколах они указаны, чтобы их, значит, ну, включили в Интерпол, значит, добивайтесь и включение в Интерпол, все, обязательно, потому что, смотрите, сменится режим, как только режим сменится, уже тогда будет очень просто и легко их преследовать на территории Беларуси. Ну, мне интересно, а если режим, например, как бы не меняется, вот так, как мы хотели бы прямо сегодня, то все равно, видимо, эти, так сказать, Интерпол может начать какое-то расследование и все равно... Значит, смотрите, расследование начинает тот орган на территории других стран, который, согласно уголовно-процессуальному кодексу, то есть страны уполномочены расследовать события, которые произошли за рубежом, А Интерпол уже осуществляет преследование тех лиц в организационном порядке. Интерпол не расследует. Расследует орган предпредварительного следствия, а Интерпол уже по запросу органов предварительного следствия осуществляет уголовное преследование тех лиц, то есть их вносят в красный коридор, красная карточка Интерпола, и если они выезжают за пределы Республики Беларусь, даже в ту же самую Российскую Федерацию, во, это, я думаю, классно, потому что там же открытая граница, выехали, значит, тогда их власть Российской Федерации обязана задержать, вот, но там, правда, конечно, будут сложности, вот, чтобы все это делать, я потом, это отдельный разговор, потому что Российская Федерация, она подписала, значит, Кишиневскую конвенцию 1994 года о правовой помощи, значит, там, с Республикой Беларусь, у них там много этих СНГовских всяких документов есть, вот, но я говорю, главное сейчас начать. Хорошо, Игорь, вы хотели дополнить, наверное, да, Ярославль? Я просто хотел сказать, Александр, сейчас никакого руководства, по сути, еще нет, мы сейчас вступаем в новый этап, когда мы сами, вот, по своей инициативе можем организовывать так называемые стратегические тяжбы, которые станут руководством для десятков и сотен других пострадавших. Вот именно что касается универсальной юрисдикции, вы можете сами сейчас своим действием именно эту стратегическую тяжбу оформить и другим уже показывать как пример. Будь-то это будет Израиль, будь-то это Польша, там, я не знаю, Ну, вот то, что третье, как раз, я третье вспомнил, что меня хотел предложить, чтобы использовать у меня как подводный. Я готов на все, куда пойти, что сделать. вам нужно вести такой блог на Фейсбуке. И я в этом плане готов с вами сотрудничать, взаимодействовать, потому что по теории стратегических тяжб я немножко одноторел уже в этом плане. Ну, отлично, будем на связи. Да, я, как Юрий сказал, поищу информацию. Я хочу посмотреть новый этап. Вот, когда у нас были события в 2010 году, да, 19 декабря, Кровавая площадь, разгон протестующих, но тогда буквально этот разгон быстро закончился и дальше пошли репрессии. Тем не менее, тогда был запущен московский механизм, который сделал рекомендации. Рекомендации властям делайте то, 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 и чтобы не было этих репрессий. Сейчас ситуация другая. Они видят прекрасно, что никакие рекомендации режим Лукашенко осуществлять не будет. Он удерживается власти благодаря этим репрессиям. Благодаря именно тому, что уже дошло до того, что это насилие вышло за все мыслимые рамки. И сейчас мы уже говорим о том, как бы привлекать Лукашенко и его окружение к ответственности за преступления против человечества. Вот это нам очень важно, потому что это будет крайне большая хорошая поддержка зарубежных стран. Я, честно говоря, очень надеюсь, что МОСАД поможет. Я всегда рассчитываю на МОСАД. Я вам хочу сказать, что... Мы привлечем МОСАД на нашу сторону и защитим Ленинград и Североиде. Хочу вам сказать, что израильские власти вообще просто стараются меня не замечать. Там и в Минске мне не хотели паспорта делать, который украли в Жодино. И тут сейчас депутаты отворачиваются. Я не знаю, почему это происходит. Как Янукович показывал про страуса, белорусские власти это делают со мной. Вот так вот сидят. Да, мы знаем такую историю, но... Я думаю, придется все-таки... Я думаю, что в таком случае мы просто будем привлекать какие-то еще организации. Может быть, еврейские организации защиты евреев в Беларуси есть такие. Есть много международных организаций, до которых мы просто еще не дошли и которых мы просто еще не привлекли, потому что мы о них не знали. Но они нас потихонечку сами находят. Поэтому я думаю, пожалуйста, боритесь, Александр, и нам всем очень интересно ваша... Да, успехов вам, успехов, потому что только благодаря вашим шагам мы начнем уже организовывать соцсистему. Показывать. Да, Александр, вам сейчас важно, вне зависимости от того, как вам относится власть Беларуси, Израиля и так далее. Взять, почитать это в самом начале. Я неплохо знаю теорию права. Уголовного кодекса Израиля должна быть такая норма, чтобы опереться на нее, обязывает государство преследовать, возбуждать уголовные дела по преступлениям, совершенные за рубежом, за пределами Израиля, в том числе и против граждан Израиля. И второе, это в уголовно-процессуальном кодексе, я думаю, в интернете эти акты есть, вы можете их найти, почитать, устанавливающие подследственность этого преступления, то есть какой конкретно орган предварительно расследует, должен расследовать. Вы берете копии всех документов, медицинские справки, протоколы, где вас задерживали, все остальное, идете туда, пишете на иврите заявление, что я там такое-то, такого числа, в такое-то время, избиение, пытка, и так далее. И еще вам нужно третью норму узнать, условно говоря, если пытали, значит, пытки, где санкционируется это в уголовном кодексе Израиля, избиение, побои, это уже, посмотрите, в особенной части, не в общей части, а вот в особенной, там уже составы преступления идут, посмотрите, потом потребуйте от израильских властей, чтобы вам выдали какой-то талон, уведомление, ну как вот, или какой-то документ, подтверждающий, что вы обратились в этот орган, ну и уже потом смотрите процессуальные сроки, как это будет проходить расследование, потому что обычно, вот по примеру Польши, вы правильно абсолютно сказали, там возбудили уголовное дело, и сразу этих всех полицаев, которые избили гражданина Польши, объявили их в международный розыск по линии Интерпол, вот так же должен и должна сработать израильская юстиция, вот, поэтому я говорю, действуйте, и потом нам докладывайте, если будут какие-то проблемы возникнуть, конечно, лучше адвокат, лучше еще, повторяем, пойти по пути адвоката, если там какой-то возникнет у вас беспредел, именно в самом Израиле, откажется там уголовное дело возбуждать, без предел не возникнет, давайте, давайте пока не будем так, так падать духом и думать, что возникнет уже, нам кажется, что уже везде в мире будет беспредел, нет, беспредел пока только в Беларуси творится, я хочу спросить, есть ли еще какие-то вопросы у наших замечательных телеглядачей, вот Андрей я вижу, так, я что-то вижу, чего-то не вижу, ребят, задавайте вопросы, не стесняйтесь, я знаю, что тема сложная, но задавайте, Андрей, пожалуйста, Андрей, не слышно пока вас, Андрей, у Андрея выключен микрофон, так, сейчас я попробую его, я хочу сказать, что Андрей, это тоже один из пострадавших, это парень, который со мной был и в РУВД вместе, и в тюрьме в одной камере мы были, как бы, у Андрея, почему-то у него действительно выключен микрофон, Андрей, я не могу ничего, да, у Андрея, к сожалению, микрофон, да, вот он сейчас выключен, я уже asked to unmute, но я не могу со своей стороны ваш микрофон, Андрей, включить, это вам нужно там смотреть в настройках, не слышно, не слышно пока, но, Андрей, может быть, вы тогда напишите, раз микрофоном есть легкая проблема, может быть, вы напечатаете нам вопрос, если у вас есть, как всегда, технические проблемы очень освежают эфир, а есть ли кто-то еще, кто хочет задать вопрос? Ну, вопрос тогда у меня, вот насчет этого мануала, который можно сделать, а может быть, действительно нам написать вот этот документ, Юрий, как вы насчет того, чтобы написать вот этот вот, пособие, я уже по-английски манюал, наверное, пособие потерпевшего, пособие поспитавшего. Такое пособие, кстати, несколько пособий были изданы в Варшаве представительством офиса БСЕ в Варшаве, причем они разные, там есть буквально на двух страничках, условно говоря, на себя напали, сбили, вызвал полицию, скорую, зафиксировал, там, написал заявление и так далее, уже, и потом уже до более подробного, там, как, если там адвокатов привлекать, правозащитников, там, ну, можно, в принципе, смотрите, в свое время есть такая организация, Комитет за гражданские права в Москве, и они выпустили там, на их сайте имеются пособия, причем они были выпущены под редакцию председателя этого комитета Андрея Бабушкина, вот, они достаточно, то есть, там, хотя и другие нормы права, российские указаны, но в белорусских условиях их вполне достаточно. Можно, в принципе, написать на вот таком вот висточки А4, небольшие тезисы, просто накидать буквально там 3-4-5, ну, не более 10 предложений, чтобы людям было понятно. Вот и все. И потом это уже по всем группам, соцсетям распространить, там, вот, распечатать. Да, кстати, у нас еще были, я, извиняюсь, забыл, когда в 2011, в 2012 я участвовал в первых двух крупных митингах Москва на болотах проходили, и подобного рода я составлял медички, потом их составляли, еще урихтовали другие юристы, они на различных этих самых интернет-сетях распространялись. Ну, конечно, можно написать что-то подобное, это несложно. Так, вопрос от Андрея, я его сейчас дочитаю, потому что он не может подключиться. Добрый вечер, вопрос несложный, вот о возбуждении уголовных дел с территории иностранного государства. Понятно, что Александр может теоретически написать заявление в Израиле о защите себя и привлечении ответственных. А может ли он описать подобное заявление о том, что он видел по отношению к другим людям? Конечно, может, и более того, я сразу хочу сказать, Александр может уже в рамках самого непосредственно процесса требовать, чтобы этих людей, которые видели, вызвали те органы иностранной юрисдикции, в том числе Израиля, и допросили в качестве потерпевших. Ой, то есть, вы извините, в качестве свидетелей, а потом это я уже захожу узнать, вот тот человек, можно, кстати, попробовать такой эксперимент, я не знаю, вот к нам обратился Андрей, если, я не знаю, какое у него гражданство, но допустим, если, вот гипотетически, если предполагать, что вот у Андрея гражданство Республики Беларусь, то он потом, находясь в процессуальном статусе свидетеля в Израиле, может ходатайствовать, можно попробовать ходатайствовать о переквалификации его статуса на потерпевшим, то есть Андрей может сказать, значит, что вот меня там тоже избили, что я видел, как вот там Александра избивали, там еще какие-то, ну желает, конечно, чтобы двое было, два свидетеля оттуда, это вообще просто супер, это для любого в мире суда, ну, скажем так, более чем достаточно, таких свидетельств мы показали, вот, а потом уже эти свидетели могут попробовать в иностранной юрисдикции, то есть это касаемо Израиля, изменить свой статус на потерпевшим. Да. Александр, я хотел бы еще добавить, что здесь не зависит от гражданства. Допустим, если вы начинаете дело, у вас было предложение, да, создать чат, чтобы в чате, допустим, вели такого рода дела, люди общались между собой, вы можете, да, таким образом и помочь в это дело вовлекать новых и новых людей, потому что если возбуждается дело в вашей стране по универсальной юрисдикции, то это не говорит о том, что идет защита вас, гражданина Израиля, идет защита международных норм, прав человека, которое подпадает под универсальную юрисдикцию. К сожалению, вот когда у нас происходили вот эти похищения в 99-м году, по пропавшим были рекомендации Совета Европы в 2003-м году, чтобы страны возбуждали дела по универсальной юрисдикции, по делам Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского. К сожалению, тогда ни страны не возбудили, и мы, как итоги, сегодня имеем результат. То есть пошли эти преступления уже массово, систематически, и это вот как раз вот знак того, как не отреагировало в свое время международная общественность. Поэтому успеха вам. С нашей стороны будем помогать. Спасибо большое. же. Да, еще и послала в чат. Вот это возможно. как-то, смотрите, вот у меня сразу рубилось такое предложение, как легализовать потерпевших лиц фактически на территории Республики Беларусь в моностровной юрисдикции. Видите ли, в чем вопрос? Вот эти все нормы, как вот в европейских уголовных кодексах, так же в уголовных законодательствах Соединенных Штатах Америки, там как раз-таки идет речь о возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда гражданину той страны, ну вот, собственно говоря, который принимал, ну то есть которого избили в Республике Беларусь. То есть это в любом случае не Беларусь, а иностранный гражданин. Поэтому Израиль не может пользуясь вот этой формальностью или какая-то другая страна, например, Польша, возбуждать уголовные дела в отношении то есть по событиям, которые произошли в Республике Беларусь истекнем обратиться Беларусь. Вот, вот в чем вопрос. А здесь уже получается ситуация следует, что уголовное дело возбуждено, были лица, которые обратились в качестве свидетелей, то есть они уже участники этого уголовного судопроизводства. то есть свидетели это участник уголовного судопроизводства. И уже в рамках этого уголовного судопроизводства раз уже уголовное дело возбуждено, они могут ходатайствовать следователю, либо если следователь откажет через суд, это можно сделать, требовать признания потерпевших. Вот если такой прецедент создастся, то уже потом всех остальных вот этих значит там сотен, тысяч пострадавших от преступных полицаев Лукашенко можно будет или в Польшу, либо там в юрисдикции Израиля и так далее оформлять им статус потерпевших. Вот я считаю это очень важный такой прецедент вот там нужно добиться сейчас создать. То есть пусть вот Андрей связывается с Александром, едет туда в Израиль после того, когда соответственно Александр возбудет уголовное дело против фашистских карателей значит и этих лукашенковских и там уже свидетельства поступают в качестве свидетелей. Желательно конечно чтобы он еще там пару-тройку людей с собой прихватил нашел как-то контакт на меня чтобы они так же людей хватает это ну отлично вот отлично я говорю вот давайте остановимся и это то что есть реально и в наших силах и попробовать выработать правила то есть смотрите здесь важна многовекторность то есть это называется частный случай вот то что у вас Александр вот защита прав людей прав человека и второе это уже так сказать межгосударственное это сотрудничество вот имеется вот на уровне там различных правозащитных центров с организацией юных наций фиксировали всех доказательств и так далее это более абстрактный сложный и так далее вот имеется ввиду вот глобальный макро уровень а микро уровень это вот важно например конкретный случай того поляка то есть нужно и тут работать и там понимаете везде вот это как говорится необходимое дополнение одно другое замечательно Юрий спасибо вам огромное а если вопросов больше нет у вас есть последний шанс их задать господа то мы наверное будем придерживаться графика нашего эфира сегодня и я очень была рада напоминаю вам что с нами был Юрий Шулипа правозащитник и юрист который знает очень много чего интересного о международном праве так что я думаю что на сегодня мы заканчиваем наш эфир и всем большое спасибо до новых встреч и я обязательно под нашим видео конечно же подписывайтесь на наш канал Белдиаспора ТВ и я под нашим видео дам конечно же ссылку на тот документ который вот манюл для потерпевших для пострадавших от режима ну что ж вопросов нету да тогда заканчиваем спасибо Вера спасибо до свидания всем пока Живей Беларусь Живей Вечно Живей Вечно Пока